А если б судьбу узнали заранее... А что там между дождей? Устремимся мы... А я бы пришёл к вам на связанье за полчаса до весны... А наказанием мы наказаты, что не тем слова были сказаны... А вот самое главное, что совсем другим доверялись мы... За полчаса до бяды, что совсем другим доверялись мы... А надо было бы, было бы, надо было бы... И кстати, и кстати, хорошее... Рыжи-рыжи, конопаты... Ох ты... Обил... Мне надо постоянно... А дедушку лопатой... Дразнят, дразнят... Так, требуется действие, чтобы остаться в партнёрской программе... Сохранить монетизацию, примите новые условия до 10 июля... Сохранить монетизацию, никакой тут нету... Ладно... Я бы пришёл к вам на святанья за полчаса до весны... И так, а теперь... А теперь... Добро здоровиться... И пройдёмся по вашим комментариям и упоминаниям... Вот так, знаете, быстренько... Значит, правильное питание, хорошая кровь... Татьяна пишет... Я тоже попробую накручу пару килограммов свёклы... Каждый день воздеться и тереть по одной не буду... Тяжелее всё отмывать... Делайте сок... Яблочное и свекольное... Приятно пить... И всё быстро делается... Ла-ла-ла-ла... Так... Назгул... У меня среднемедицинское образование... Могли бы вы открыть свой образовательный центр... Я бы онлайн училась... Там... В вашем книге... Больше практики... Я читаю, как написано... А я ответил... А это не образовательный канал... Тут и книги есть... Тут и мои разъяснения есть... Тут очень много чего есть... То есть школа... Здоровый образ жизни работает... Ну, Рома Фомин пишет... Набор в школу из алионимической гимнастики... Жаль, живу я далече от вас... А то бы... Все непременно воспользоваться... Вашим предложением... Позаниматься... Ну... Здесь, конечно... 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 Я так думаю... Финансы играют большую роль... Почему? Серпухов... Вот от меня... Это где-то 900 километров... Серпухов... Там, значит... Центр... Кравитационной этой гимнастики... Преподавал сам Анатолий Самогумов... Да вот к нему... Летал... Сахалина... Человек, который понял... Что... Вот здесь он получает... То, что ему надо... Ну, естественно... Не у всех есть такие возможности... Вот... А... Я... Как только... Почувствовал... Что... Вот это... Это действительно... Прорыв в области... Личностного роста... Я приобрел... Этот... Так сказать... Тренажер... К себе... И тут занимаюсь... И занимаюсь... И, наверное... Из современных... Людей... Наверное... Мало... Кто так занимается... Как я... Та... 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 Так... Про бальзам Болотова... Что скажете... Не пробовали... Ну... Если пробовал... Это было очень давно... Я уже и не помню... Целий Матвиенко... Все пишет... Да... Решил... С завтрашнего дня... Поголодать... Трое суток... На талой воде... Чтобы провести... Некую черту... Подумать... Сделать выводы... Почистить кишечник... Клизмами... Та-ра-та-та-та-та-та-та... Та-та-ра-та-та-та-та... А я ему и написал... Что научись... Вот... Питаться... Умеренно... Я до этого... Рассказывал... Что надо... Как делать... Вплоть до того... Что вы ставите себе... Чашечку... Допустим... Вот сколько вы должны съесть... И все... Больше ничего... Чтоб не было... И вот это съедайте и уходите из дома, если так не можете. А тут вместо работы над собой такие вот комментарии идут. Бесполезно, как только пища касается губ, я забываю и про Бога, и про родную дочь и так далее. Ну, нету самоконтроля, ну что тогда. Далее, потом, 13 часов назад он пишет. С утра очень болит голова. Ну, кто тебе виноват, Серджи? Ну, кто, кто виноват? Есть такая восточная пословица хорошая. Вот человек, нету большего врага тебе, как ты сам, и нет тебе большего друга, чем ты сам себе. Серджи, стань себе другом. Другом стань, а не врагом. А то, что вражеское у тебя имеется, вот его выкорчевывай. На каждую плохую мысль, которая тебя пододвигает, грубо говоря, к болезненному состоянию, ты только три вырабатывай, три раза говорил. Например, мне хочется есть, а ты скажи себе трижды, мне не хочется есть, мне не хочется есть, мне не хочется есть. И далее. Я сыт, я сыт, я сыт по горло. И дальше, что он пишет? С утра болит голова, собираюсь идти на проходку, вечером выпью левого масла и лимонный сок, прочищу печень, стараюсь учиться самоконтрольно, но получается иногда не. Нет, знаете, в данном случае это вот какая-то типичная ошибка людей, которые думают воздействовать не на то, что надо, а именно научиться, вот знаете, вот все отбросить, научиться жевать, не спеша, там будем говорить, принимать пищу, и только на это. Они вот начинают, то там, грубо говоря, на какой-то рецепт, то еще вот этот самый, выпью оливковое масло, лимонный сок, прочищу там печень. Ну, это совершенно не то. Первостепенная задача заключается в том, чтобы сделать то, что тебе надо, а не то, что ты там сейчас прочистишь, и на завтра же начнешь это самое, опять переедать. И этим самым наносится себе еще больше вред. То есть, вот это, знаете, дергание организма, туда-сюда, Сержу, вот тебе говорю, знаете, как машину, то-то, то на газ, а то на тормоз, то на газ, то на тормоз. И только, хопа, мотор развалился, коробка передач развалилась, и тормоза там износились. Вот так точно и организм, он развалится от подобного оздоровления. Человек думает, я оздоравливаюсь, ой, я оздоравливаюсь. На самом деле, увы, он только себе вредит. Далее, набор в школу из-за динамической гимнастики. Экс-пек-то-па-т-ронум. Полезно ли такое упражнение с таким весом при геморрое? А приседание со штангой, наверное, тоже очень помогает при геморрое. И я ему написал, остается проверить, ну, проверьте, полезно ли это, не полезно ли еще. Во-первых, вы таких весов нигде тут не встретите, кроме как в Серпухове, кроме как в Малитогорске, и в Америке, где-то в Атланте, больше вы такого нигде не найдете. Поэтому, 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 поэтому. Так, Петрович, ой, так, так, так. Так, а вот интересно, мне попались, эх ты, я поставил на зарядку. На зарядку, ну, ладно. Так, Серджио Матвиенко, ну, активный, активный, малый. Пишет, я там лью пророщенное зерно в мультиварке при температуре 80 градусов. А я пишу, ну и что, при температуре 43-45 градусов, ну, возьмем так, 50, чтобы наверняка, ферменты все теряют активность. И что в итоге? Нам же пророщенное зерно нужно для того, чтобы там были ферменты. А их там уже нет. Что хлеб ты съел бездрожжевой? Что это? Ну, и пишет, и что же делать в сыром виде? Ну, как я делаю эти смузи? Я же там в этой самой целебной кулинарии. Показал, как, что, зерно берется, мелится, добавляется немножко метка, стаканчик, кисломолочная получается, отличный, отличный напиток полный, живых ферментов, витаминов и так далее, и так далее, и так далее. Вот некоторые думают, ой, я там бедный, у меня нет денег там на витамины, на то, на сё, на пятое, десятое. Оказывается, и не надо особо там денег. На базаре купили ведро сразу этой пшеницы, и этого вам хватит, ну, наверное, на год, если не больше. И не только одному, а, наверное, всей семье. Проращивайте и курсами принимайте. Недельки-две попили, надоело. Далее, увидели, что у меня массажная кровать, вы ее пользуетесь. Как-то раньше я пользовался. Сейчас мне вот этот вот мой тренажер буквально-таки все заменил. Знаете, вот все. Объяснять, почему, что и как, я уже до этого очень много объяснил. И, знаете, еще разок повторяю то, что было уже сказано, как-то нет желания. Вот. А кровать практически новая, хорошая, корейская. Если есть желание, я думаю, написал, хотите купить, а потом подумал, подумал, знаете, ну, может бы она еще мне и пригодится. Лично не мне, а, допустим, когда в школе появятся соответствующие ученики, то их можно будет немножечко и в качестве разнообразия на кроватку уложить. Мега пишет, кто этот мощный старикан, я. Практически, если взять появление человека от, ну, будем говорить, примерно от даты зачатия, мне уже идет 70-й год. Уже пошел. То есть 69 исполняется 20-го сентября. Сентября, да? А если мы берем зачатие, то оно уже произошло где-то, грубо говоря, под Новый год. И поэтому уже тут идет. То есть разные точки отсчета. Мощный старикан, гигант мысли. Ну, а как же? Гигант, отец из-за динамической гимнастики. Нет, не отец. Вот знаете, насчет отсутствия и так далее. Вот со светочем народной медицины здорового образа жизни я еще соглашусь. Другое дело. А вот отец из-за динамической гимнастики, который ее и запатентовал, это Кривых Сергей Прокопович. А вот отец гравитационной гимнастики это самодумал Анатолий Иванович. Он тоже запатентовал. Вот так-то. Да, и кстати, я так смотрю, смотрю, но это я удалил на планшете. Некто мне написал там про керосин, керосин-онкология, там это разъяснение. Короче, про керосин, да, все это, все это неправда. Я там, пил этот керосин, печень чуть было не заубил или загубил, не верьте, это все ради рекламы делается и прочее, 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 прочее. Я сначала там ответил ему так, что я пил от 5 до 10 капель, ну, когда больше, когда там ну, чайную ложку. Вот. Я как-то особо не усердствовал, потому что я понял, зачем там это. Большие дозы, когда, когда и малые справляются, так как надо, то, что они делают. Вот. Потом вспомнил, жена пила от одекамп, сестра пила от одекамп, невестка пила от одекамп, этот самый, дочка пила от одекамп, это те люди, которые вот непосредственно в моем кругу. Мне все равно это ради рекламы, это ради еще чего-то, это ради еще чего-то и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и вижу там там залетел, значит, залетный оскорбление и так далее, я его просто-напросто убрал. То есть в любом случае, если вы что-то начали делать, и чувствуете, что что-то вам стало плохо, прекращайте это всё делать, это самый такой здравомыслящий совет. А вообще, прежде чем что-то делать, познакомьтесь, как это работает, что может быть и так далее. Какая там дозировка, срок, потому что я не знаю, что он принимал, сколько он принимал, ещё чего-то и так далее, и так далее. Далее, значит, вот Назгул пишет, у меня среднее медицинское образование, моли бы и вы открыть свой образовательный центр, а вот это что, не образовательный канал. Я бы онлайн училась, там ваши книги, больше практики, тут и практика, тут и книги, тут и всё, пожалуйста, разбирается. Про бальзам Болотова я, наверное, уже говорил, пробовали, я уже не помню, что я пробовал, что-то я пробовал, по-моему, квас больше пробовал, я квас по Болотову пробовал, а бальзам, по-моему, мне не пробовал. Квас мне понравился. И я дедушку не бил, и я дедушку любил, и дедушка говорит, и я своего дедушку не бил, я своего дедушку любил. Продолжение следует...